Всем привет, друзья мои! Сегодня понедельник, 17 мая 2021 года, и я сегодня гуляю по красивейшему месту Осборнхаус. Мы с вами здесь бывали много раз. Я хочу вам показать, как у нас уже расцвели рододендроны всех цветов. Ну и потом, конечно же, друзья, я то, что обещала, хочу вам опять рассказать, что у меня происходит с ремонтом и с модернизацией моей квартиры. Ну, во-первых, то, что я еще жду до следующего понедельника, до 24 числа, когда ко мне придут мастера и будут мне делать это центральное отопление, радиаторы и бойлер устанавливать. Тоже уже голову сломала, ищу всякую новую информацию. Но об этом я расскажу попозже. Сейчас, конечно же, я пока еще свободна, вот видите, гуляю, а вечерами, вы знаете, что делаю? Занимаюсь тем, что я теперь смотрю, что мне надо еще и кухню свою модернизировать, конечно же. Ну и вот стала это я смотреть, что можно сделать с моей кухней. Конечно же, вы видите, что тут никакой встроенной кухни никогда и не было в помине. Просто стояла вот эта вот сверху такая панель. Она здесь называется Worktop, рабочая поверхность. Здесь длина всего лишь метр семьдесят. Ну и вы знаете, все, кто видели мою кухню, помнят, что она у меня огромная. Огромная, три метра шириной на пять метров длиной. Вот такая вот кухня. Ее можно было бы даже сделать как бы на зону рабочую, кухонную и на зону отдыха. Так вот, значит, стала я все это решать, думать, как бы мне сделать здесь встроенную кухню. И не хочу я вот эту вот газовую плиту уже теперь совершенно полностью, она мне не нужна. Я хочу только варочную поверхность тебе купить. Бойлер мне хотят установить вот здесь. Но это по моей просьбе так, потому что здесь, во-первых, как он сказал, легко подключиться к воде, будет вода горячая. И здесь вот эта вот газовая плита, там сзади тоже можно подключиться к газу. Я хотела сначала установить вот здесь, в этой нише, свой бойлер. Тоже место неплохое, видите, он бы тут вообще бы не мешал. Я бы лучше поменяла на обычную вот маленькую мойку и все. Зачем вот это, мне непонятно. Тут, если уж так сильно понадобится, то можно какую-то поставить для сушки посуды. Ну или шкаф обычно здесь, в него вставляют сушку посуды. Не знаю вот, зачем эта поверхность здесь, она только место занимает. Если получится у меня сменить вот эту вот мойку, то я ее, конечно же, сменю. Еще вариант такой, что я бы, конечно, хотела вот так вот продлить эту кухонную поверхность. Продлить. Вот она 60 сантиметров шириной здесь. Ну, стандартная такая эта поверхность. Она у меня неплохая, в принципе, видите. Но нужно менять. И вот эту поверхность я бы продлила, конечно, вот сюда и прямо вот над окном, вот здесь вот, понимаете, я бы ее вот так продлила. И все, и закончила. Вот такой вот буквой Г мне бы хватило вполне. Здесь бы у меня была мойка посредине окна. И супер-пупер бы все было. А здесь были бы у меня шкафчики, сушки, бойлеры, все это прочее, вытяжки. Вот. И понимаете, получается так, что у меня, посмотрите, насколько здесь разница по высоте от подоконника до вот этой вот поверхности. Здесь вот, видите, стандартная поверхность 90 сантиметров. А здесь, получается, от пола поверхность 75. Ну и вот я стала смотреть, что вот это вот все над окном я бы хотела, конечно, продлить и сделать тоже, чтобы у меня вот эти вот все для мусора вот эти вот емкости, чтобы они все были, конечно, спрятаны и закрыты. Не буду я вас дальше грузить, друзья, всей этой историей. Но вот хорошо ли будет, если вот 20 сантиметров разница или будет закрыто на 20 сантиметров вот это вот у меня эркерное окно. И к нему уже будет не подойти. Хотя, конечно же, сейчас вот, например, оно у меня вообще, видите, как абсолютно бестолково используется. А так бы у меня здесь очень красиво, опять же, была вот эта вот рабочая поверхность кухонная. Здесь бы можно было поставить вот эту мойку большую. В общем, друзья, не буду вас дальше грузить. Стала я смотреть, какие встроенные кухни здесь у нас продаются в наших магазинах на острове Уайт. Выбор, конечно же, небольшой. Показываю вам вот такая кухня. Называется Гарсиния. Из восьми предметов. И вот эта кухня стоит 1260 фунтов стерлингов. То есть это получается 126 тысяч рублей. Понимаете? Значит, такая цена без установки. Есть ещё вот такая кухня. Эта кухня стоит ещё дороже. 1950 фунтов стерлингов. Эти все кухни, они... Вы можете их заказать. И потом вам приходит дизайнер, смотрит, как вам их удобнее там расположить. Но главное, конечно же, ещё за установку вы должны заплатить 2500 фунтов. Вот эта вот кухня, вообще, посмотрите, малюсенькая, никакая страшная. Она стоит 890 фунтов. То есть 89 тысяч рублей. Опять же, перевожу вам в рубли. То есть вот получается, что эти совершенно простенькие кухни с установкой 250 тысяч рублей, плюс ещё, допустим, 100 тысяч рублей в среднем эта кухня стоит, то это получается 350 тысяч рублей или 3500 фунтов. Я должна заплатить за эту кухню. Ну, уму непостижимо. Я решила посмотреть, а сколько же стоят кухни в России, вот, в частности, в Москве. Открываю я самый первый московский сайт, который мне сразу и выскочил. Называется «Фабрика мебели. Хит». И вот, посмотрите, какая шикарная здесь кухня. Метр девяносто на восемьдесят сантиметров. И эта кухня стоит всего лишь 33 тысячи рублей. Я, вы знаете, ну вот не поверила своим глазам. Стала смотреть. Вот ещё одна кухня, пожалуйста. 35 тысяч рублей. Вот такая вот красота. Мне кажется, что ни в какое сравнение с теми кухнями английскими, которые я вам показывала, они даже совершенно рядом не лежали. Я открыла, даже ещё дешевле нашла кухню. Вот эта кухня, она так и написано, что она из дешёвых, она стоит 11 тысяч рублей. Ну да, она на самом деле маленькая, вот такая вот угловая. Но ведь она и с вытяжкой, посмотрите, и с плитой, и с мойкой, со всем всё, что можно. И вы знаете, даже я открыла, думаю, ну посмотрю, уж самые дорогие, какие бывают. И вот эта трёхметровой длины на двухметровую ширину, вот эта вот кухня модерн, она стоит всего 60 тысяч рублей. То есть это получается, что вот эта кухня, она всё равно получается, если переводим на фунты, это 600 фунтов, 60 тысяч рублей, это 600 фунтов. За 600 фунтов никакой кухни в помине вы даже не найдёте. Да, друзья, и опять мы возвращаемся к тому, что мне сейчас скажут, не нравится вам там жить, ну переезжайте обратно в Россию. Поэтому я тут больше не буду страсти накалять, деваться некуда, всё равно мне придётся заказывать какую-то кухню здесь, искать её, конечно же, в Англии. Ну и потом, друзья, я хочу поблагодарить всех тех, кто сказал мне о том, что в камине можно поставить свечи и зеркалами украсить. Я очень благодарна, я на самом деле вспомнила, что действительно можно сделать так. Спасибо, друзья, всем тем, кто принимает живое участие во всей моей этой перестройке и моём ремонте и модернизации. Я надеюсь, что я вас до конца ещё не притомила всеми своими проблемами. Я вот ещё следующее тут с полом буду вопросы решать, посмотрите. У меня здесь на кухне наполовину линолеум лежал, а наполовину ковролин в этой вот зоне отдыха. Но теперь я так думаю, что, может быть, я даже постелю везде ламинат. Вот такие новости у меня для вас сегодня, друзья. Я вас держу в курсе всех своих событий, как я вам и обещала. Ну и в конце немножечко красоты для вас. Посмотрите камелия. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!